Молдавские власти 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 чтобы мы все вмешались и обсудили этот проект. Только в условиях, когда придет соответствующий запрос со стороны Сербии, у нас будет возможность обсудить этот проект со страной, признанной в международном плане, а не с сепаратистским анклавом. Кроме того, по мнению депутатов-коммунистов, собираясь принять участие в операции Кейфорд, Молдова может попасть в двусмысленную ситуацию, поскольку наша страна так и не признала Косово. По словам коммуниста Валерия Шовы, отправка осуществляется под какой-то не очень ясной формулировкой. И чтобы прояснить все моменты, следует изначально принять инициированный ПКРМ закон о статусе постоянного нейтралитета Молдовы. Сегодня ставится вопрос по участию в миротворческой операции в Косово под очень странным контекстом с точки зрения непризнания Молдовы этой территории как независимого государства. Все это влияет, на мой взгляд, на в том числе политическую и вопросы безопасности и стабильности в Республике Молдова. Все, с чем наша фракция предлагает, чтобы урегулировать все эти вопросы четко в законе, который проект закона мы зарегистрировали в 2011 году под номером 1002, проект закона о статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова, в котором могли бы быть четко прописаны условия, при которых Республика Молдова могла бы участвовать в тех или иных международных акциях по поддержанию мира и стабильности. Несмотря на конструктивный аргумент, депутаты отправящей коалиции проигнорировали все предложения, которые внесли депутаты от партии коммунистов. Законопроект под номером 412 об отправке молдавских солдат в Косово для участия в операции под эгидой НАТО будет рассмотрен завтра на заседании парламента. Продолжение следует...